Чехословакия Всех признали виновными в государственной измене Лишили воинских званий И приговорили К высшей мере наказания Прорвать ленинградскую блокаду весной 42-го Так и не удалось На Лазарском озере начал таять лёд Отлаженная за зиму дорога жизни Покрылась в подобии Покрылась Поднём Открылась Вождёной Двери Скоро Проминание Под лёд Открылась Поража По лёд Подлет ушло около 80 машин. Из трассы сняли все автомашины из ИС-5. Начало летней водной навигации ждали с тревогой. Бортам на великолепах озера и кораблям угрожали немецкие удары как с воздуха, так и с водой. Суровая зима и ледоход задержали навигацию. Первый корабль смог пройти по озеру только 22 мая. Противовоздушная от барона Ладоги оказалась достаточно эффективной. Потери грузов от ударов с воздуха составили менее процента от всего объема перевозок. Суровая на ладожское озеро немецкая команда доставила итальянские торпедные катерномазы и нарушенные бароны Зибель, предназначавшиеся для высадки Мангри. Но вопреки ожиданиям их действия успеха не имели. Мелкосидящие советские буксиры и баржи оказались трудной целью для итальянских торпед, которые проходили у них под нищу. А специальная авиационная группа ставки Верховного командования опрушила на базы немецких катеров и баронов Градбомб. Немецкая операция полностью промолилась. Флотилию баронов пришлось расформировать. Прорыв блокады оставался для Ленинграда вопросом жизни и смерти. Дорога жизни, работая с максимальной нагрузкой, обеспечивала лишь самые необходимые потребности города и фронта в продовольствии, боеприпасах и горючих. В ноябре 42-го командование фронтов при участии Шукова и Ворошилова, как представителей ставки, приняло решение о проведении операции «Искра». Коридор к городу решили пробивать по кратчайшему расстоянию через путанично.